итак ребята всем привет сегодня я выехал в одно место которое обнаружил несколько лет назад я очень много читаю историю по тем местам где копая и была история такова что в данном месте где я сейчас нахожусь есть населенный пункт здесь была самая первая революция в россии вообще 1905 года и это вот именно населенный пункт в свое время был независимый от россии то есть была независимая республика буянь так называемая буян в общем просуществовала на всего-навсего две недели но фактом что здесь были еще кое-какие мероприятия встречались здесь по моему белочехов которые не дошли ну и наткнулся я здесь на окопы окопы первой мировой в общем со спутника я вам материал сейчас покажу в общем со спутника видно и так ребята сейчас я вам хочу показать с птичьего полета где мы сейчас с вами находимся находимся возле старого буяна и здесь было как раз именно первая революция в россии которая просуществовала не так уж и долго самостоятельная республика находимся мы сейчас сейчас приближение сделаю и находимся мы сейчас вот именно вот здесь видите точечку вот именно здесь мы сейчас находимся вот и сверху чтобы вам было наглядно видно хочу показать где находится именно эти самые оборонительные сооружения они проходят вот они идут они со спутника видно даже невооруженным взглядом вот она идет ров по нему как раз трактора обрабатывают свои поля то есть им это очень очень удобно так и они уходят в лес в нескольких таких вот знаете сооружений то есть здесь вот они идут в несколько в два ряда по моему идут я вам конечно все покажу очень здесь запутанная вот именно здесь вот как раз находится находится как раз несколько блиндажей здесь блиндаж потом здесь блиндаж вот думаю будет интересно здесь вообще пошевряться и подольше по находиться так что смотрим будет довольно таки приятное место для поиска предметов грубо говоря первой мировой войны так что возвращаемся в лес когда я искал екатериновский тракт который проходил здесь же наткнулся еще на одни окопы причем не один ряд а несколько два ряда плюс похожие какие-то на большие дымовые ямы которые возможно были и блиндажи но сейчас я вам покажу что именно у нас здесь имеется покопаем сегодня по войне надеюсь что ты у нас и получится ветер сильный может быть сейчас что-то жуткое и на гонится ладно сейчас кратенько покажу что нам предстоит здесь искать а искать нам ребята если представить наверное какие-то признаки боевых действий интересно то что первый ряд проходит окоп вот проходит туда дальше это что я вам показал со спутника это первый ряд окоп второй ряд окоп находится вот он вот проходит второй ряд окоп и проходит туда дальше интересно тем что встречали то со стороны низины не сверху а снизины в той области у нас находится крупный населенный пункт наверное в километрах 15-20 докуда и дошли белочехи вот но не знаю дошли нет находки покажут и почему я решил что ждали именно с той стороны с низины потому что после второго оборонительного окоп имеется похожие на блиндажи здесь вот тоже видите какой-то закуток возможно здесь был какой-то боехранилище хранили возможно какие-то боеприпасы а а вот с этой стороны полноценный наверное все таки блиндаж очень большая дымовая яма такая и это на позади это означает что ждали противников с той стороны и это действительно копы это не какие-то противопожарные противопожарные как вон там он противопожарные раскопаны это нет это ребят первое первой мировой окопы и мы хотим сегодня поискать низину то не пойдем посмотрим между окопами и надеюсь какие-то признаки боевых действий все таки я найду хотя история говорит что разогнали всю революцию без одного выстрела николай вызвал суда войска и все это было быстренько погашено весь первый отчак революции повторюсь первая в россии революция именно произошла здесь у меня на родине в самаре 1905 год итак ребят какая-то просто-напросто мистика приехал я сюда походить было солнышко был небольшой ветерок то ли я накаркал то ли действительно мистическое место какое-то разразился я не знаю это просто ураган какой-то из леса кое-как успел выбежать начали валиться деревья ветер настолько сильный что я не знаю испугался жутко потому что резко волна ветра и стали хрустеть и ломаться деревья ну а сейчас моросит в принципе крупный дождик косой это значит надолго так что есть у нас времени пообщаться поговорить и я вам расскажу именно историю об этой именно трагедии которая состоялась в 1905 году история довольно таки любопытная и интересная между прочим эту революцию затеяли мои земляки где я родился и рос это солдатов вот и князев именно эти два человека и являются образованием этой самой революции с того места где я откуда родом так что слушаем внимательно смотрим будет довольно таки интересно и любопытно пока у нас хлещет за бортом дождь так что приятного просмотра итак ребят долго находка себя не стала ждать и выпала стрельная гильза к сожалению я не могу сказать что за гильза чего но это не мосина маркировки никакой нету но так как здесь были ополченцы оружие наверное использовали любое всякое специалисты по войне расскажите объясните что за гильза и какой эпохи какой год вот такая вот гильза ладно продолжаем и так ребят за моей спиной находится старые дубы и как вы знаете дубы произрастают очень очень долго очень растут по многу лет и хотелось бы узнать может быть наши дубы расскажут что здесь произошло давайте послушаем если они нам что-то расскажут внимательно слушаем и всегда что-то они могут сказать а говорит что-то он интересно ребята давайте послушаем что он говорит 12 ноября 1905 года крестьяне старобуянской волости самарского уезда в ответ на распоряжение земельного начальника о проведении выборов властных должностных лиц на общем сходе приняли устранить представителей царской власти и создать волости народного самоуправления на другой день 13 ноября общим собранием был утвержден временный закон по старобуянскому народному самоуправлению его председателем был избран крестьянин антип тимофеевич князев помощник евгений давыдович пеннер в вооруженные берданками и револьверами крестьянский отряд самообороны прогнал из села царского урядника и всех властных служащих лишь 26 ноября когда в старый буян сопровождение полусотни казаков кандоиде крестьянских руководителей удалось и впоследствии придать суду в истории это самоуправленческая организация существовала в итоге две недели получила неофициальное название старобуянская республика и так ребят только выхожу из машины прохожу минут наверное три-четыре и снова дождь снова дождь и так уже дважды вроде небо у нас просветляется но дождик мясо равно не дает выйти из машины мистика может не стоит сюда ходить но все равно любопытство превыше всего и так ребят здесь присутствуют старые ямки наверно три а то и пять лет и тут вот я наткнулся вот на такое здесь походу было ночлежка ночевали здесь может быть даже и камрады запасали здесь они дровами может быть по войне здесь и копали довольно таки интересно интересно значит у нас есть на такие любители покопать по войне ладно продолжаем свой путь именно вот в ту область он видите даже сюда заходит в общем идем по следам первой мировой и так ребят зачастую здесь попадаются вот такие вот вещи водочная пробка и вы знаете этот дуб тоже хочет рассказать свою историю ну-ка давайте-ка послушаем моего смешная и интересно любопытная история очень интересно идем дальше и так ребят пробираюсь я сквозь непроходимые заросли вы возвращаюсь с первого оборонительного копа там окоп закончился и мне приходится двигаться непосредственно ко второму потому что второе протяженность очень длинный но без мачете тут проблема все ноги уже и задрал в общем приходится проходить через непроходимые но ради нормального интересного сюжета приходится идти вот по таким вот зарсы фух здесь между прочим любители крупно копытного рогатого лоси здесь ребят лоси кругом ночлежки их не кругом их не ядра лежат ядра вот такие вот здоровые их легко определить от косули мелкие а это прям здорово чуть ли не с куриное яйцо показывать конечно в эфире как-то некрасиво будет но все равно имейте ввиду где такое видите значит это лоси а лоси жуткие тем что они очень огромные и не дай бог от страха от испуга они просто кинуться на вас и могут затоптать в прямом смысле был у меня такой случай ну ладно продолжаем идти и так ребят у нас продолжается лить дождь почему-то он меня с этого места прогоняет уже не раз и не два и не три связи с чем непонятно возможно не хочет чтобы я раскрывал историю этого места по результатам нашел я еще одну гильзу вот и в принципе хочу сказать что все же здесь что-то происходило то есть выстрелы были стрельные гильзы имеются все-таки наверно историю мы либо совсем не знаем либо историю изменяем тем что говорилось что здесь была революция и все было без одного выстрела но стрельные гильзы есть или же это другая история может быть эти именно окопы является оборонительными сооружениями когда белочехи я так понимаю шли в эту сторону и здесь был последний рубеж и куда они дошли вот так что говорили что до елховки дошли но оказывается возможно и до суда раз лежат неглубоко сантиметров наверное на 15-20 гильзы стрельные гильзы причем разного калибра я уж не показал вам как я выкапываю обычная гильза но дождик помешал так что ребят на этом наверно буду заканчивать свой видеокоп всего-навсего двумя выкопанными гильзами причем разного калибра историю так я и не узнал что нам деревья поведали возможно к этому и стоит прислушаться а то что написано на бумаге все это филькина грамота и так ребят хотелось бы еще узнать вас попросить в принципе здесь объем работы очень очень большой тем что я только прошел по некоторым участкам окоп но окопы очень длинная и пройти по всему одному невозможно если среди самарчан есть желающий давайте состыкуемся сгруппируемся приедем на это место и его полностью обследуем мне хочется обследовать не просто окопы но и те места возможно где был и отстрел может и там что найдется от окоп нужно где-то 300 500 метров не больше так что если есть желающие пишите в личку может быть соберемся приедем здесь на денек немножко может отдохнем пивка попьем и в принципе может быть и узнаем здешнюю историю так что на этом и все до новых встреч на копе пока он а и и Продолжение следует...